Собственница салонов белья Галина в городе Энгельсе. У меня три магазина. Рядом со мной вот Темирева Наталья, как раз директор агентства, которая помогла мне внедрить систему UDS. Как вообще я к ней пришла? В момент, когда я уже решила, что иду в большой тренинг к Ирине, было вводное занятие, в котором Ирина спрашивала цели, что ты хочешь вообще от тренинга получить. И в одну из целей я назвала, что хотела бы заменить дисконтные карты на бонусную систему, потому что дисконтных карт напечатали тьму-тьмущую, продавцы без какого-либо моего контроля выдавали их, и получилось, что практически у всех клиентов оказались дисконтные карты с 10-процентной скидкой. И Ирина говорит, что есть такая программа UDS. С Ириной переговорили днем, а вечером, получается, встретились с Натальей, и я услышала те же заветные буквы UDS. Но так как я испугалась, что я не смогу, как бы сказать, не смогу справиться с этим приложением, то я спросила у Натальи сразу внедрение этого инструмента в свой бизнес, чтобы она помогла грамотно это преподнести, это внести, чтобы было понятно не только мне, но и моим сотрудникам, что, собственно, мы и добились. То есть Наталья помогла найти людей, которые сделали интеграцию с 1С. Потом мы вместе составили скрипты для продавцов. Ну и там уже я сама контролировала, как они их учили. Ну и, как всегда, сначала продавцы воспринимали это в штыки, как любое все новое. Но после того, как я жестко сказала, что все, другого не будет, возврата к этим картам не будет, а будет уже все более современное, все успокоились, разобрались, и теперь говорят, как вполне нормально работают. Значит, какие задачи у нас стояли перед внедрением UDS? Это формирование клиентской базы, чтобы мы, грубо говоря, в лицо знали каждого своего клиента. Замена дисконтной программы на бонусную, чтобы сократить расходы на изготовление карт, сократить фактические скидки в бизнесе, улучшить коммуникации с покупателями и их информирование. Отказ от расходов на СМС, оповещение. И исключить, самое главное, физическую возможность влияния продавцов на размер скидки клиентов. То есть раньше я открываю отчет о продажах и смотрю сплошные 10%, 10, а то и 15, которые можно было использовать лично продавцам в личных целях. Вот. И, значит, что у нас получилось? Мы начали внедрять, ну, как бы уже вот внедрять это все 9 ноября. И получилось, что окупилась лицензия и годовая обонплата за три недели. Ну, назову в цифрах. То есть если в прошлом году, ну, например, у меня выручка там составила 2 миллиона рублей в ноябре, и то в кассу попало 1 миллион 800, то есть скидка фактически составила 200 тысяч рублей. В этом году, ну, примерно, так же 2 миллиона выручка, но в кассу попало 1 миллион 900, то есть реальная скидка в рублях составила 100 тысяч. То есть, ну, разница между прошлым и этим годом в скидках составила 100 тысяч рублей, которые я примерно и потратила, вот, ну, чтобы купить лицензию годовой обслуживания. Вот окупилось внедрение софта, да, правильно, за второй месяц работы. Вот в данный момент экономия на скидках, ну, существенная, где-то примерно с 10-12% она снизилась до 3-5%, ну, в зависимости от месяца. Систематизировали бизнес-процессы, то есть заполняется номер телефона, продавцы помогают подключиться к этой системе. Если не подключились клиенты вовремя, то осуществляется обзвон этих клиентов, и они либо сами подключаются, либо приходят еще в какой-то магазин, и продавцы им помогают подключиться. И мы получили формирование клиентской базы и отказ от обезличенных дисконтных карт. Теперь у нас идет постоянная коммуникация с покупателями за счет новостей с пуш-поведомлениями по утвержденному контент-плану. Причем контент-план мы составляем вместе, вот с Натальей, потому что мы составляем свой контент-план для Инстаграма, и специально проводим планерки, ну, один либо два раза в месяц, когда вот как раз коммуникацию обеспечиваем, чтобы UDS не шло вразрез с Инстаграмом, а чтобы все ровненько протекало. То есть если в UDS прошла новость о какой-то акции, значит, у нас есть пост, либо есть информация в сторис об этом. Ну, и вот так вот у нас как бы плавненько получается. Дальше мы применяем следующие маркетинговые механики. Это сертификаты, там за покупку, например, начисления какие-то, сгораемые бонусы на день рождения. То есть непосредственно человеку на день рождения начисляются бонусы, и две недели дается срок, чтобы он пришел и потратил эти бонусы к нам. Если не приходит, за три дня оповещается. Приходит дополнительное оповещение, что приди, иначе бонусы сгорят. Также эта система помогает отследить работу консультантов, потому что после каждой покупки клиенту на телефон приходит уведомление о том, что поставьте, пожалуйста, оценку за обслуживание. Ну, пятерки ставят разные, бывают единички, которые как раз-то и дают сигнал, что было в этот момент, ну и происходит разбор полетов с такими консультантами. И следующее – это возможность получать профессиональную поддержку, внедрение, интеграция с учетной программой, сопровождение после внедрения. Вот хоть мы и внедрили, но мне очень понравилась работа с Натальей, и мы как бы договорились, что будем продолжать взаимодействие, потому что она специалист в своем деле. Я тоже как бы, вот как Ирина говорит, не могу быть и швец, и жнец, и надзади, и грец. И поэтому вот Наталья с нами. Теперь я расскажу о себе. Я по образованию социолог. С 2006 года моя компания занимается маркетингом, аутсорсингом различных компаний. И с 2018 года к нашей специализации еще присоединилось внедрение софта UDS. И хочу сказать, что это тот универсальный софт, который идеально подходит для любой розницы, для услуг, для кафе, салонов, красоты. Именно поэтому я сначала, когда проверила жизнеспособность, скажем так, этого софта, решила для себя взять уже партнерскую программу, стала сертифицированным внедренцем. Моя компания сертифицирована по внедрению UDS. И теперь как раз дополню цифрами то, что сказала Галина Сергеевна. Итак, за 4 месяца у нас в базе около 7 тысяч человек. Из них 56% базы – это те покупатели, которые имеют приложение. То есть те покупатели, которые получают от нас новости, с которыми мы можем спокойно коммуницировать. На начальном этапе была сделана оцифровка базы, то есть та база, которая уже была в бизнесе. Мы ее оцифровали, и таким образом с первых дней около 450 человек начали получать от нас новости. Мы их начали уже мотивировать возвращаться к нам в бизнес. Сэкономлено у нас 820 тысяч баллами. То есть это та прибыль, которая попала в бизнес, а не ушла в виде скидки покупателям. Еще немножко вернусь, да, количество приложений. Если у нас в целом 16% базы с приложением, то за последний месяц присоединилось тысяча человек, и из этой тысячи более 73% имеют приложение. То есть достаточно хорошо оцифровывается база, консультанты работают очень качественно, люди ценят покупателям те преимущества, которые дает софт UTS, и с удовольствием присоединяются. Теперь еще некоторые цифры скажу. По источникам трафика. Система UTS нам позволяет четко отслеживать, откуда у нас приходит клиент. У нас есть интернет-магазин. И несмотря на то, что Галина Сергеевна хочет его сменить, в нем есть недочеты, но также в нем есть всплывающий вот такой баннер, который сейчас у вас перед глазами, и мы видим, что он работает, люди скачивают приложение, присоединяются, доходят до нас. То есть это те потенциальные клиенты, которые дошли до салона, до магазина и совершили покупки. Работают соцсети. У нас есть и посты, и периодические сторис. Мы ведем эту работу, и как уже Галина Сергеевна сказала, мы ее ведем параллельно, то есть в UTS у нас акции отображаются и в Инстаграме. Таким образом клиенты, как раз вот эти вот заветные 8 точек, которые маркетинга, 8 точек напоминания о том, чтобы мотивировать прийти и совершить покупку. У нас также работает веб-версия. Несмотря на то, что есть интернет-магазин, предпринимателям, когда мы рассказываем об этом, собственно, мы говорим, что есть полноценная веб-версия, с которой могут совершаться заказы. У нас иногда эти заказы мы тоже получаем. И из таблички Яндекс.Статистики мы видим, что до 19 человек в день посещают нашу веб-версию магазина, могут посмотреть новости, могут посмотреть каталог, который у нас там выложен. И самое интересное, что мне нравится в любом бизнесе, в который мы не внедряли, это суммарный средний чек клиента, того, кто совершил, который скачал UDS, и те клиенты, которые проводят свои операции по номеру телефона. Да, хочу сказать еще, что в связи с интеграцией у нас проводятся все 100% операции, то есть либо по номеру телефона, либо с приложением. И те покупатели, которые скачали UDS, у них средний чек, оставленный в бизнесе, это около 3000 рублей. Те, кто не скачали 2000, это значительная разница. Еще более значительная разница по возвращаемости, потому что каждый четвертый клиент возвращается за покупками в салон и белья, и только каждый десятый тот, кто не имеет приложения, возвращается в бизнес. Ну и последний слайд про рекомендации. За 4 месяца у нас 3 уровня рекомендаций. Совершено 200 рекомендаций, из них 46 эффективных, которые принесли доход 156 тысяч рублей. Ну и дальше мы будем расти. И хочу вас пригласить всех наших слушателей, те, кто будет в записи, смотреть этот эфир, что ждем нас сейчас в Энгельсе. Присоединяйтесь к нашей программе. И очень рассчитываю, как маркетолог, что это очень, это рекомендуемый бизнес, который, надеюсь, будет масштабироваться. Поэтому можете присоединяться сейчас и ждать, когда мы появимся в других городах. Тут вопросик есть. Да, давайте так прочитаем. Тут вопрос такой от Ирины. Подскажите, как вы, клиенты, реагировали на...